Добрый вечер! Оно работает? Ура! Меня зовут Дрюшина Юлия, я из Московского университета, и моя часть будет посвящена клубу имени Зуева. Клуб имени Зуева, как уже было сказано, был заказан профсоюзом коммунальников. В тот год он заказал два клуба, как сказала предыдущая докладчица, это клуб Настромынки, то есть клуб Русакова, и клуб имени Зуева. Клуб Настромынки задумывался в том числе как типовой проект, чтобы потом сделать еще один дополнительный клуб. А особенный клуб, это как раз клуб Зуева, потому что он был ориентирован под конкретную местность. Местность была очень маленькая, в чем мы потом убедимся. Клуб имени Зуева находится на улице Лесной, это между метро Белорусско-Метро Менделейское, то есть между площадью Белорусского вокзала и Новослободской улицы, примерно посередине, около трамвайного парка, в чем мы тоже можем найти некоторую связь между предыдущим клубом и нашим. Улица Лесная довольно интересна своей историей. До XIX века это был район Ямской Слободы с очень аморфной структурой, которая после 1812 года была структурирована в виде очень четкой сетки, то есть каждая улица была перпендикулярно другой, на пересечении этих улиц как раз находится наш клуб. Вон он посередине. Место для клуба было выделено в связи с тем, что здесь рядом находился трамвайный парк. Трамваи появились здесь в конце XIX века, сначала в 70-х годах была конно-железная дорога, в 99-м появились трамваи и уже в 1926 году в путеводителе «Крестьянина по Москве» линия была названа вокзальной. Линия шла трамвайная от Белорусского вокзала к площади трех вокзалов. Соответственно, трамваи двигались здесь постоянно и, возможно, мотив сближающихся трамваев мог вдохновить архитектора. Почему бы и нет? Место было довольно маленькое, и в связи с этим архитекторам необходимо было выбрать некоторый особенный проект, который подходил именно под данную местность. Ой, а я что-то нажала. Ура. Профсоюз коммунальников предпочел вместо того, чтобы объявлять конкурс или заказывать каким-то своим архитектором подведовственным, сделать заказ только двум архитекторам, очень популярному тогда архитектору Мельникову. Напомним, что у Мельникова из семи клубов было реализовано шесть, и седьмой нереализованный клуб как раз достался архитектору Голосову. Суть проекта архитектора Мельникова заключается, как сказала предыдущая докладчица, в пяти перетекающих друг к другу объемах. Они почти тиражированы, и везде использованы цилиндры. Цилиндр также использован и Илье Александровичем Голосовым. Но он здесь один, и он находится на углу постройки, что было довольно интересно и новаторски, но это не ново для самого архитектора, потому что он долго шел к этой форме. Цилиндр вообще часто встречается в его творчестве, но постановка на углу была для него принципиальна с 1924 года, когда он делает акционерное общество «Аркос». Это самый правый проект. Но и здесь цилиндры еще не высвобождаются из блока. Далее в 1926 году он делает сразу несколько проектов, которые отличаются друг от друга тем, что в одном проекте в электробанке цилиндр и встроен, и как бы выходит из объема, а в «Русгерторге» он уже окончательно выходит из объема здания, и клуб имени Зуева является как бы компиляцией из этих двух проектов, потому что от первого он заимствует постановку на углу и ленту окон, которая перебивает сам объем, а из «Русгерторга» такую крышечку, как бы шляпку, которая венчает весь этот цилиндрический объем. Архитектор Голосов работал вместе с Мельниковым довольно долго. Они руководили единой мастерской во Вхутемасе. И, кроме того, довольно знаменательно, что Илья Голосов преподавал в Политехническом институте, который сейчас университет, в стенах которого мы находимся. Он тут вел архитектурную мастерскую. Но вернемся к нашим планам. Голосов сделал несколько проектов. Более ранний – он довольно грустный. Более поздний – они практически не отличаются между собой. Поздний и реализованный проект. И, в общем, основные моменты здесь едины. Постановка цилиндрической формы в крупном объеме здания на углу, которая разноображивается тем, что часть объемов выступают из основного блока здания, а часть, наоборот, вынимаются. Выступающие – это, например, балконы или эркеры, а вынутые – это, например, лоджии. То есть основное отличие между этими проектами заключается в пропорциональном строе. Но есть и некоторые интересные моменты, например, крыша. Крыша была изменена в самом конце, уже в момент строительства, потому что на обоих проектах нет этого. Оба проекта показывают, что крыша должна была быть террасой, она должна была быть функциональной. То есть на крыше предполагался солярий, которым можно было бы летом использовать. Но зимой он не функционален, он не нужен. К тому же театральный объем, который занимает абсолютное большинство этого объема клуба, оно нуждалось еще в дополнительных артистических помещениях, которые как раз были перенесены наверх. Клуб претерпел множество перестроек, но сохранился до нас довольно в хорошем виде. Сначала, в 40-е годы, после войны, были убраны балконы и замурована часть окон на втором этаже со стороны Меусской линии, Меусской улицы, то есть длинного фасада. По короткому фасаду также были закрыты лоджии. Извините, был убран балкон как раз Меусской улицы, а лоджии закрыты на торцевом фасаде, который является главным. Впоследствии были еще реновации в 80-м году, 78-80-е, то есть в преддверии Олимпиады, и уже в более позднее время он менял цвет на желтый, и сейчас он, насколько я помню, розовый цвет, хотя зимой его вроде... Ой, извините, летом его вроде бы тоже перекрашивали, но вроде бы опять в розовый. Сначала клуб был сделан из кирпича, и при этом там использовались железопетонные перекрытия, они в основном в цилиндре, как раз, ну, скрыты им, как бы и скрыты и показаны, потому что цилиндр-то прозрачный, он стеклянный целиком, и ночью он выглядит абсолютно как фонарь, когда светится изнутри на этой темной улице. Но основной объем здания выполнен был из кирпича, и если Мельников не стеснялся кирпича и показывал, где у него железобетонные перекрытия, а где кирпич, то здесь все было сразу же оштукатурено под бетон. Таким образом, архитектор, или, возможно, это как-то свыше шло, была какая-то высшая инстанция, которая велела так сделать, пытались соответствовать международным стандартам, потому что из бетона было тогда строить модно, но это было очень дорого. Наше государство просто не могло себе этого позволить, поэтому просто оштукатурили, ну и все. Цилиндр, вернемся опять к нему, это совершенно замечательная находка архитектора, потому что он полностью стеклянный, что тоже соответствовало интересам и вкусам того времени, застеклить как можно больше, использовать как можно больше естественного света. но также это и пластическое достижение архитектора, потому что цилиндр является как бы центрирующей частью, осью здания, хотя он расположен на углу. Обычно у нас ось здания на углу не располагается, но здесь, чтобы прорубить эту очень четкую и крепкую сетку улиц, расположенных друг к другу опять-таки перпендикулярно, он нашел именно этот пластический жест. Цилиндр также интересен, наиболее интересная часть интерьера этого клуба. В цилиндре он, в цилиндре располагается лестница, таким образом этот стеклянный цилиндр функционально обоснован. Лестница чрезвычайно красива и хороша, она изгибается как пружина, которую то растягивают, то стягивают, она открывается к нам как какая-то волна, это лестница с антресольного этажа на ярус второго этажа, и сам антресольный этаж тоже замечателен, потому что там подчеркнуты стропила в виде солнца. Неизвестно, с чем именно связан этот символ в творчестве архитектора Голосова, но тем не менее. Стропила сделана в виде солнца, и в других круглых помещениях это сделано так же, так в фойе второго этажа, еще в зале повыше, то есть все в цилиндре. Кроме того, чрезвычайно примечательна лестница этого цилиндра, еще с точки зрения того, как она выглядит, и как она сохранилась, из-за того, что она не совпадает углом закручивания с кругом фойе второго этажа, возникают любопытственные зазоры пространственные, чрезвычайно красивые, в виде арфы, или в виде какой-то волны. Это невероятно здорово, и очень мало посетителей обращают на это внимание, когда приходят в клуб, хотя он действует, и прийти туда можно практически каждый день, там функционируют два театра, и вся клубная часть отдано сейчас в аренду разным кружкам, в том числе и танцевальным, то есть прийти туда можно и посмотреть все. Но клуб интересен не только цилиндром, но и тем, что в самом клубе происходило. Основной объем здания занимала, конечно, театральная часть, это несколько фойе, которые мы рассмотрели, и лестница, которая их связывала. Театральная часть была примерно как эта аудитория, но с гораздо меньше подъемом для зрителей, но тем не менее с задних рядов и сейчас все видно, и слышно тоже там все замечательно. Но, к сожалению, все внутреннее убранство, оно не сохранилось, за исключением каких-то минимальных, возможно, период. Кроме того, в клубе велась активная кружковая деятельность, кружковая часть была отнесена немного поодаль, то есть она шла за театральным блоком, это были помещения, в которых можно было попасть уже как бы пройдя театральный блок, хотя был еще дополнительный вход, который вел также столовая, она находилась в подвале, и столовая пользовалась популярностью, сохранились свидетельства. Еще пользовалась популярностью библиотек, и о ней тоже есть свидетельства в журнале того времени, это примерно начало 30-х годов, рассказана история о том, как одна из служащих трамвайного парка бежала в перерыве менять книгу в абонементе, но здесь был такой момент, библиотека, это было самое далеко расположенное помещение и читальный зал, соответственно, поэтому даме приходилось бежать абсолютно по всем лестницам этого клуба, чтобы просто поменять книгу, и так в прессе был укол в сторону голоса, но, к сожалению, не все помещения, как я уже говорила, использовались тогда по назначению, просто потому, что их не очень много. Кроме того, здесь действовали многочисленные драм-кружки и изобразительные кружки, это именно стенд с клуба Зуева, немногие клубы сохранили такие фотографические снимки, на снимке вы видите какой-то картон, на котором проходит вывешенная работа изобразительного кружка, кружок занимался самодеятельностью, художники, это те же были рабочие, то есть рабочий после производства приходил и рисовал, были профессиональные, руководители у них, они могли копировать как настоящее произведение живописи, мне не удалось, к сожалению, вставить в презентацию, но были замечательные копии Ренуара, например, они просто очаровательные, вы не можете себе представить, я надеюсь, что мы как-нибудь сделаем лекцию, которая будет посвящена изобразительной работе в клубе, это классно. Вот, здесь, скорее всего, портреты, ну, возможно, какие-то, не знаю, скорее всего, здесь какие-то портреты друзей, потому что они чаще всего рисовали друг друга, ну, потому что кого еще, вот, или натюрморты ставили. Кроме того, изобразительный кружок в клубе всегда помогал театральным мероприятиям, они делали не только декорации, но помогали еще театральному кружку выходить с транспарантами на улице, изобразительный кружок был ответственен за то, что, чтобы в городе несколько демонстраций не столкнулись, а также они отвечали за то, чтобы все это выглядело красиво, то есть все шли рядами, аккуратно, не толпились, и знамена были бы читаемыми, что довольно здорово и интересно для изобразительного кружка. Ну, вот, мы еще раз напоминаем, как он выглядит. Клуб имени Зуева стал действительно этапным в творчестве архитектора Голосова. Примечательно, что до этого предыдущие проекты с цилиндром на углу не были реализованы, и здесь как бы идея дошла до своего апогея, до своего логического завершения, и после уже, наверное, нет таких бриллиантов, как этот клуб. Тем более, что клуб был признан в архитектурной среде, не только русской, но и зарубежной, он печатался. Так, например, первая публикация о клубе Зуева была 29-го года, он там строится. Еще это тоже журнал строительства Москвы, какой использовала моя коллега. Но еще раз к заимствованиям, идея прижилась, и в проекте Наркомзема в Москве, который сейчас стоит на... он реализован по проекту Чусева, там угол решен примерно так же, как угол решает архитектор Голосов. Сначала это применено в проекте брата архитектора Пантелеймона Александровича Голосова, это правый проект. Тут тоже закругленный угол и такая выступающая плита, перебивающая этот угол. И тот же мотив задействовал Чусев. Примерно так же и даже еще более явно сделал архитектор Герольский в своем дворце культуре. МИИД, он находится недалеко от Еврейского музея на улице Образцова. Вот, его можно тоже пойти посмотреть. А так же много-много-много других проектов, которые мы не стали включать в презентацию, потому что их очень много. И сейчас, когда вы ходите по улицам Москвы и не только Москвы, вы можете встретить такое решение угла. Например, прогуливаясь в Италии по городу Гому, вы можете встретить много архитектуры, которую сделал Джузеппе Тираньи. И в то же самое время, с 27 по 29 год, он строит дом-коммун на Вакому, который интересен нам тем, что там примерно такое же решение угла, в том плане, что есть цилиндр, который перебивается сначала одной лентой окон, а потом завершается крышечкой-шляпкой. К сожалению, пока еще неизвестно, эта идея просто витала в воздухе, и архитекторы друг о друге не знали, или же кто-то у кого-то подглядел, и это будет наверное темой нашего следующего исследования в течение не знаю какого времени. В общем, будет интересно. Большое спасибо Спасибо, я передаю.